Здравствуйте, уважаемые телезрители! Приветствуем вас на канале ТВЛ в студии Анны Вязгина с информационным выпуском новостей. Коротко о главном. Детские шалости и их недетские последствия. Акция «Безопасное детство. Уберечь ребенка от беды». Помочь собрать ребенка в школу. Традиционные благотворительные акции к новому учебному году. Концертная программа «Ко дню государственного флага». Репортаж с оперативного совещания. Прогноз погоды. Совсем недавно мы показывали сюжет про ежедневную работу коммунальных служб, ремонту детских площадок, содержанию территорий, благоустройство. Сегодня в поле зрения очередные кадры сломанных элементов. Мы попытались разобраться, по чьей же вине это происходит. Некоторые подростки, не зная, как применить свою энергию, начинают резвиться на детских площадках, запрыгивая на конструкции, предназначенные для малышей. Учитывая, что качели и лазалки рассчитаны на небольшой вес, они зачастую ломаются. Хулиганы быстро покидают место происшествия, а родителям и малышам приходится обходиться без уже полюбившихся развлечений. Буквально вчера на этом месте висели детские качели, но сегодня их почему-то нет. Что же могло случиться? Попробуем спросить у ребят, которые здесь живут. Ребят, здравствуйте. Ну вы здесь живете, скажите, что с качелями случилось? Они пополам треснули. Они треснули пополам. Они сначала... у нас была маленькая трещина, потом они... Она стала больше и больше, и в итоге они треснули. Да, и в итоге вот треснули. Ну а как вы думаете, отчего это могло произойти? Ну на них, наверное, подростки сидели. Или баловались на них. Или просто баловались. Вот скажите, а вот если, например, вы как-то увидите, заметите, что кто-то или портит качели, лавочки, или вообще хулиганит на детских площадках, что бы вы сделали? Ну мы скажем то, что не надо хулиганить. То есть площадка создана не для того, чтобы на ней баловаться, а для того, чтобы на ней играли там и не ломали ничего. Родители малышей жалуются на тех, кто решил вспомнить детство. Качели, карусели и горки, а также лавочки после взрослых пользователей приходят в негодность. Почему я всегда тоже возмущаюсь? Дети катаются на качелях и закручиваются вот так. А я еще подумала, я говорю, так можно и поломать. Ну, а сегодня утром смотрю, одна качелина. Как вы думаете, по какой причине в основном у нас так часто ломаются детские площадки? Я думаю, что все-таки ребятки портят, старшие. Бывает и такое, к сожалению. Это очень прискорбно. Ну а вообще вот наблюдаете, у вас во дворе вот гуляет, если на детских площадках дети, как они себя ведут на этих площадках? Совершенно по-разному. Кто-то очень хорошо гуляет с мамочками, с бабушками. А есть дети, которые неуправляемые просто, особенно по вечерам. Помимо неправильной эксплуатации, шалости и баловства, городское имущество нередко подвергается вандальным действиям. Разрисовывают мусорные контейнеры и лавочки, повреждают малые архитектурные формы, ломают фонари и горки. Мы периодически получаем информацию от местного муниципалитета о том, что в том или ином месте нашего города повреждена та или иная детская площадка. На сегодняшний день хорошим подспорьем в установлении лиц, причастных к данным происшествиям, является наличие системы видеонаблюдения. Практически каждая детская площадка в нашем городе оборудована камерой видеонаблюдения. И благодаря этому можно легко установить, имел ли место быть факт вандализма или ненадлежащего использования городского имущества. В этом году несколько подобных сообщений от главы, в частности, от муниципалитета, поступило в наш адрес по поводу того, что в определенных местах имелись место быть факты повреждения детских площадок. По данному факту проводились проверки. Не могу сказать, что на сегодняшний день мы в этом году кого-то привлекали к уголовной ответственности за порчу имущества. Но, тем не менее, сотрудниками полиции постоянно ведется работа в этом направлении. И все те видеокамеры, которые выведены на сегодняшний день в наше подразделение, сотрудники полиции каждый день осуществляют монитор на круглосуточной основе. Площадки портят не только маленькие дети, но и молодежь, которая беспардонно распивает во дворах спиртное и дебоширит. Основная причастность лиц к повреждениям детских площадок это наша молодежь, лица, так сказать, от 16 до 20 лет, которые собираются на этих площадках, определенным образом проводят там досуг, начинают распивать спиртные напитки. И сотрудниками полиции ведется работа на упреждение, потому что мы, если по камерам видим, что в том или ином месте идет нарушение общественного порядка или начинается правонарушение, связанное с распитием спиртного, мы сразу выезжаем на место и подобных лиц привлекаем к административной ответственности. Для проведения проверки, а также решения вопроса о привлечении виновных лиц к установленной законам ответственности, вы вправе обратиться в органы полиции. Жители города просят быть бдительными и неравнодушными. И сообщать о таких правонарушениях. К жителям, конечно же, мне хотелось бы обратиться и попросить, чтобы все подобные случаи незамедлительно, при установлении подобных фактов, сообщались у отдела полиции. На все случаи сотрудники полиции будут выезжать, ну и уже в зависимости от совершенного деяния, будут принимать меры. Многие легкомысленно полагают, что их действия могут остаться безнаказанными. Но это далеко не так. Вне всякого сомнения, если сотрудниками полиции достоверно будет установлен факт причастности того или иного лица к совершению подобных деяний, по данным фактам будут возбуждаться уголовные дела, и лицо, совершившее данное преступление, вне всякого сомнения, будет привлечено к уголовной ответственности. На сегодняшний день активные социальные позиции нашего общества, плюс система видеодоблюдения и безопасный город, которым оборудованы наш город и детские площадки, они исключают возможность уйти от ответственности за данные деяния лиц, совершивших подобные преступления. 22 августа на городском бульваре пройдет концертная программа «Ко дню государственного флага Российской Федерации. Наш флаг, наша гордость». В программе выступления творческих коллективов, танцы, песни, стихи. Начало мероприятия в 12 часов. Только за 7 месяцев 2020 года из окон выпало 42 ребенка, 5 из них погибли. При этом большинство несчастных случаев происходит в полных благополучных семьях с детьми от 0 до 10 лет, в особенности с теми, кто только начинает ходить самостоятельно. Несчастные случаи происходят за доли секунд, когда взрослые на короткое время выпускают ребенка из поля внимания. На этих кадрах на балконе квартиры на седьмом этаже стоит маленькая девочка. Малышка вылезла за ограждение и оказалась в ловушке. Забраться обратно самостоятельно у нее не получается. О чудесном спасении в подмосковном Краснознаменске знают все. Мужчина, словно скалолаза, провели настоящую спецоперацию. Девочка осталась цела. А здесь малыш просто гуляет на подоконнике восьмого этажа. Миллиметры и одно неловкое движение отделяют от страшной трагедии. В обеих ситуациях возникает вопрос к родителям, где они были в этот момент, и если находились дома, то как допустили такое. Ежегодно в России разбивается около пяти тысяч детей. Эта проблема актуальна не только для Московской области, но и для всех субъектов Российской Федерации. К сожалению, родители на минуту оставляют своих детей, и эта минута может стоить детям жизни. В прошлом году, в 2017, более 50 случаев произошло в Московской области, когда дети выпадали из окон. Наш город не стал исключением. В нашем городе тоже произошел несчастный случай. Папа отвлекся, и ребенок забрался на окно, облокотился на москитную сетку и упал. У ребенка были тяжелые травмы, слава богу, все обошлось. Вовремя приехала бригада скорой помощи, ребенок был госпитализирован. Сейчас состояние мальчика не вызывает никаких опасений. Но, к сожалению, проблема остается актуальной и по сей день, и борьба с ней ведется непрерывно. Комиссии при губернаторе Московской области разработаны листовки, в которых указаны необходимые меры безопасности. Они распространяются в детских садах, наклеиваются на подъезды жилых домов, раздаются многодетным семьям и семьям, вызывающим опасения. В прошлом году и в этом году специалистки участково-социальной службы ходили по домам и распространяли данные буклеты. Во время приведения одного из таких мероприятий увидели, когда дети сидят на подоконнике в открытом окне. срочно были сделаны звонки в две квартиры. Мамы вышли, мамы занимались своими делами, а дети спокойно имели доступ к открытым окнам. В этом году одна из жительниц Электрогорска смогла предотвратить страшную трагедию. Зайна Пашкурбановна, огромное ей спасибо, что она такой неравнодушный человек, предотвратила случай выпадения ребенка с пятого этажа. Она стала звонить во всей станции, позвонила в 112, приехали оперативные сотрудники полиции, и нам она позвонила, мы тоже приехали. Ребенок стоял в открытом окне, ручка была, видимо, в таком положении, до беды остался один шаг. И пятый этаж, я думаю, что спастись этому ребенку не было даже ни единого шанса. Неосторожность, невнимательность, рассеянность. Здесь может быть множество факторов, но все же, чтобы избежать трагедии, необходимо соблюдать строгие правила безопасности. Не оставляйте малолетних детей без присмотра в помещении, где открыты окна, даже на короткий промежуток времени. Не ставьте возле окон предметы мебели, которые могут стать для ребенка роковой ступенькой, по которой он может забраться на подоконник. Установите на окна специальные замки, фиксаторы и другие средства безопасности, не позволяющие ребенку самостоятельно открыть окно. Находясь с ребенком возле открытого окна, крепко фиксируйте малыша, будьте готовы к его резким движениям. Не ставьте ребенка на подоконник, не поощряйте самостоятельного лазания на него, предупреждайте даже попытки таких игр. Никогда не рассчитывайте на москитные сетки, они не выдержат веса даже самого маленького ребенка. Очень хочется еще раз напомнить родителям, какие бы дела дома не были, все окна должны находиться в режиме форточки, как я говорю. Сейчас на пластиковые окна есть специальные замки. Эти замки продаются в хозяйственных магазинах. Можно цепочку сделать, закрыть, то есть ребенок уже самостоятельно это не откроет. Жизнь бесценна и лучше предотвратить, нежели потом пожинать печальные последствия. Общественные организации и образовательные учреждения начали традиционную акцию подготовки к новому учебному году. Электрогорское молодежное волонтерское объединение Капитошка собирает вещи, одежду и канцелярские товары, а в школе 16 организован специальный уголок для помощи нуждающимся. Уже несколько лет подряд в конце лета волонтеры из объединения Капитошка при поддержке общественной палаты и неравнодушных к чужой беде жителей города помогают семьям, которые попали в сложную жизненную ситуацию собрать детей в школу. Данную акцию мы проводим уже несколько лет и она направлена на помощь малообеспеченным нуждающимся семьям в подготовке к новому учебному году. В основном это, конечно, канцелярские товары, это одежда, обувь и так далее. В этом году акция проходит в онлайн-формате. Фотографии вещей, одежды, обувь и учебников волонтеры выкладывают в группе в своем объединении в социальной сети ВКонтакте. На нашей странице ВКонтакте мы публикуем фотографии вещей и те, кто заинтересовался, пишут нам и забирают эти вещи. Акция проходит всего неделю, но мы уже успели собрать в школу несколько человек. Ну и вот сегодня у нас будет очередная поездка, когда мы повезем канцелярские товары для определенной семьи. Кроме этого, в магазине Канцпарк можно оставить канцелярские товары, которые передадут нуждающимся. В данном случае мы присутствуем в Канцпарке в магазине, где мы покупали себе канцелярские товары для школы и одновременно помогли семье нуждающейся, которая обратилась к нам за помощью. Многодетная семья. Они попросили, если есть возможность купить, и мы собрали для них набор для школы. Для нас это было очень важно, потому что мало того, что мы помогли другой семье, это еще очень большое воспитательное значение для детей, когда дети пытаются понять, как важно помогать другому, встать на место нуждающихся. И я считаю, что присоединиться к этой акции может и, наверное, должен каждый, кто заинтересован в воспитании собственных детей. Ну и, конечно, в том, чтобы помочь ближнему, помочь другому. В сегодняшнее время без помощи друг другу порой бывает очень сложно. Именно поэтому даже дети, узнав об этой акции, стараются помочь совсем незнакомым людям. Мы сегодня с вами купили канцелярские товары для нового учебного года, да? Вот тут у нас тетради, обложки, альбом и так далее. Ну а у нас есть в городе семьи, в которых, может быть, родители не могут своим детям купить эти канцелярские товары. Давайте им поможем. Хотите? Пожалуйста, выбирайте и вот сюда складывайте. И с каждым годом желающих принять в ней участие становится все больше. С нами в данный момент сотрудничает магазин «Канцпарк», которые любезно предоставили нам место для того, чтобы мы поставили коробку с надписью. Я скажу, что наша акция называется «Семья помогает семье», но проходит она в рамках областной акции «Собери ребенка в школу». Наша акция будет продолжаться до конца августа. Любой желающий может принять в ней участие. Ученики, родители и учителя школы номер 16 тоже решили принять участие в акции «Собери ребенка в школу». Милосердий Сердец оказывается помощь семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, находящимся в социально опасном положении. В наше непростое время это очень важно. Педагогический и родительский коллектив нашей школы собирает канцелярские и школьно-письменные принадлежности для того, чтобы дети из таких семей смогли полноценно начать учебный год. В прошлом учебном году мы собрали и оказали помощь 12 семьям. В этом учебном году, как нам кажется, таких семей будет больше, ведь ситуация в стране непростая. Мы собрали уже наборы для определенных семей и продолжаем эту акцию. Приглашаем неравнодушных граждан нашего микрорайона присоединиться к нам. Ждем по адресу улица Советская, дом 47, МОУСОШ, ном 16. Время показало, что такие акции это не бесполезные траты силы времени, а реальная помощь тем, кто в этом особо нуждается. Считаю, что данная акция, которая проходит в школе, очень актуальна в нынешнее время. Хочу выразить уважение нашему директору Дашевской Ольге Евгеньевне за то, что она организовала такое мероприятие. Мы, когда узнали с родителями нашего класса и с нашей учительницей Титова Натальей Владимировной, решили принять активное участие и передаем в дар новый рюкзак, наполненный всеми школьными принадлежностями, для того, чтобы помочь какой-нибудь семье, либо многодетной, либо семье, которая находится в трудной жизненной ситуации. И от себя хочу добавить, что необязательно быть финансово богатым человеком, нужно быть неравнодушным и добрым, чтобы делиться частичкой доброты с окружающими. Спасибо. А в магазине Дарья Добро, расположенном в здании общежития по адресу улицы Советская, дом 35, уже месяц идет акция «Скоро в школу». И она также направлена на помощь в подготовке детей из многодетных и малоимущих семей к школе. Продлится она до 25 августа. Телефон для справок 8-995-898-64-99. Напоминаем еще об одной благотворительной акции, которая пройдет в нашем городе 1 сентября и называется она «Дети вместо цветов». Скоро вся страна потратит миллиарды рублей на букеты в школу. На букеты, которые завянут уже через неделю. Но можно принести по одному цветку и собрать из них букет от всего класса. А сэкономленные деньги отправить на помощь неизлечимо больным детям. Такая помощь не завянет. Дети вместо цветов. Подробности акции на сайте фонда «Вера». Магазин «Канцпарк» это широкий ассортимент товаров для офиса, школы и дома. Мы находимся в городе Электрогорск, Советская площадь, 10. Канцелярские товары все для развития детей и творчества, учебная и художественная литература. Скидка на товары 15% для многодетных семей, пенсионеров, преподавателей, а также именинников. Приходите в свой день рождения и получите скидку. У нас присутствует система скидок для корпоративных клиентов и коллективных заказов. «Канцпарк» это еще и интернет-магазин, ассортимент которого постоянно расширяется и порадует самых требовательных покупателей. Мы ценим каждого клиента и работаем для вас. И о погоде в завершении информационного выпуска. Синоптики обещают ближайшей ночью переменную облачность, температура плюс 12-14, давление в пределах нормы. Во вторник, 18 августа, в течение суток ожидается ясная погода. Днем 19-21. Ветер северо-западный умеренный. На этом у нас все новости на сегодня. Далее эфир продолжит репортаж с оперативного совещания, которое прошло в актовом зале городской администрации под руководством первого заместителя главы Сергея Дрофеева. А на этом я прощаюсь с вами. В студии была Анна Вязгина. До новых встреч на канале ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова А.Кулакова